Добрый день, дорогие телезрители! В эфире солнечная передача Куншуах на календаре 12 декабря, вторник. Всем желаю прекрасного дня, наполненного радостью, положительными эмоциями, позитивной энергией, счастья и всем тем, что заставляет вас улыбаться. А сразу после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу «Не переключайтесь». Добрый день, дорогие телезрители! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Обладателем статуэтки и диплома Этот праздник проводился в честь Международного дня волонтеров Но, конечно, здесь была задействована целая команда, думаю, и сегодня вы пришли вместе с ними Поэтому хотелось бы, чтобы вы рассказали нам сначала, что значит для вас эта награда И о своих благотворительных делах, волонтерской деятельности, с каких пор вы начали заниматься И что вами проделано за этот уходящий год Здравствуйте, спасибо большое за приглашение Да, 6 декабря в честь Международного дня волонтеров прошло награждение И наша команда была удостоена лучшей волонтерской начинания Именно по проекту «Подари тепло» Это благотворительная акция Цель этой акции Провести тепло в семьи, которые нуждаются, которые не могут себе позволить Которые в отдаленных районах, на дачах проживают, не могут себе провести газ Также отопление И в рамках этой акции в прошлом году мы три семьи охватили Друг Тулат Макатов, тоже председатель Ассамблеи Жастаре Вот это все, это только видимая сторона Это, конечно, очень приятно, что награждают Но это все работы делаются для души, волонтерам Много вопросов возникает, что кто-то вас заставляет Или откуда это семьи берутся Это все от всей души Помочь что-то быть полезным своему обществу Также кроме нас еще были номинации в семи направлениях Да, по каким категориям именно были еще номинации? Это эко-волонтеры, которые постоянно выходят на субботники Сажают деревья Также волонтеры по медицине, волонтеры по образованию И в общей сложности сколько было номинаций? Семь направлений волонтерства И вот семь номинаций было И вот наша команда тоже была удостоена Лучшая волонтерская Это начинание, как бы Такой еще благотворительной акции Такой не было еще проекта И вот это в нашей области Начало взяло Ну, конечно, для вас это служит Большим поводом для гордости Ведь волонтером может стать не каждый, согласитесь А человек только с активной жизненной позицией Имеющий непреодолимое желание Изменить жизнь к лучшему Готовый внести свой вклад в общество Ведь человека судят не по словам, а по его поступкам И одними из таких являются ваши ребята, ваша команда сплоченная Я думаю, что сейчас они тоже расскажут каждое о себе Что привело их к волонтерской деятельности И поделиться своими успехами и достижениями Вот в плане волонтерства Ну, давайте с вас начнем, пожалуйста Ернад Здравствуйте Спасибо, что пригласили Мы ежегодно проводим благотворительную акцию Дорога в школу Стараемся ежегодно одевать с малоимущих семей Многодетных матерей Социально уязвимых семей Определенно ставим цели одевать каждый год Определенно минимально 10 детей Максимально до 50 и тем больше, еще лучше Каждый год ежегодно одеваем в школьное время Школьный сезон Готовим в школу детей Помогаем нуждающимся семьям Занимаемся благотворительной акцией Дорога в школу Можно я продолжу, как Ирнад начал Некоторые, конечно, осуждают, что разделайте Почему говорите об этом Почему пиаритесь Наши друзья подключаются благодаря этому же Мы в своих статусах, аккаунтах, соцсетях Это распространяется И вот мы одну акцию Рассказали об этой акции И благодаря тому, что в статусе увидел Ирнад тоже Сам изъявил желание Это радует, что люди сами Добровольно приходят Никого просить не приходится Люди сами Ирнад, наш друг, тоже предприниматель Магазин Костюмер И вот Увидев статус Сам изъявил желание Дайте мне список семей Контакты Сам пригласил их к себе в магазин Чтобы прямо по размеру Детей Выбрали они себе форму Выбрали они сами Полностью Школьную форму Обувь, одежда Вы, наверное, не ведете счет, да, Ирнад? Скольким семям помогли? Нет, не ведем счет Но по максимуму стараемся Чем больше, тем лучше Вам это доставляет Самим удовольствие, что Да, конечно Смогли помочь Именно нуждающимся семьям Люди видят Из соцсетей Из контактов С аккаунтов Приходят Сами же обращаются к нам Могли бы вы или помочь нам Вот такая-то, такая-то семья Столько-то у нас детей Мы многодетная семья И, соответственно, мы стараемся Всем помогать Никому отказа не даем Спасибо Следующее слово Хотелось бы теперь Вам предоставить Ильяс Пожалуйста Расскажите нам тоже О себе Представьтесь Добрый день Меня зовут Ильяс Я с Уральска Местный Благотворительственным Мы начали заниматься еще Со школы Точнее Нам подавали примеры Наши учителя Организовывали для нас Различные мероприятия Мы там раздавали Продукты питания Нуждающимся И так далее Ну, с тех пор как-то Заложилось в голове То, что Ты живешь, чтобы Помогать другим Вот И До сих пор это продолжается Мы с ребятами Вот Каждый год В течение года Стараемся Различные акции Делать В том числе Вот У нас есть Около 50 семей Которые мы Ежегодно Как минимум два раза Помогаем Продукты питания Вот Тоже ребята Сами подключаются Вот так вот Выкладываем Статусы И Как я говорил Пишут Я тоже хочу Помочь Тоже хочу Свою лепту внести Как я могу прийти Причем Мы не говорим Что обязательно Деньгами Приедь на машине Просто помоги развести Там Помоги Там Потащить Закуп Помоги там И так далее И вот каждый Кто чем может Как бы Это большее дело Души То есть миру погибли Да Да Вот это большее дело Души Кто как может Помогает Как бы И вот Как раз таки Вот так Обходили семьи И Ну это как бы Уже была практика То что Вот мы увидим Семья Где есть Дети Которые Ну Не совсем Как бы сказать Получает Ну то есть Получает образование Не на том Не на том уровне Как все остальные И Захотелось помочь Вот Потом мы Подсмотрели У своих друзей Предпринимателей Ватрал Проект Соналопах Как раз Дархан сейчас Про это расскажет Как мы обучаем Детей В основном Это старшеклассники Помогаем им Подготовиться К выпускным экзаменам Чтобы они На грант Смогли поступить Чтобы не платили За обучение Получили Получали стипендию Вот И Детали Вот Дархан То есть Вы работаете По разным Направлениям Да В чем заключается Помощь Здравствуйте Меня зовут Дархан Ясно Уже Смогли Возьми Микрофон Пожалуйста Проект Саналопах Начался С прошлого Года Точнее Сказать Сентября Месяца Саналопах Так как мы занимаемся Работаем в сфере образования Уже 10 лет Подготавливаем детей 10-11 классов К ЕНТ И Как сказал Елиас Помогаем Чем можем Обучаем детей Бесплатно На грантной основе Детей из Малоимущих семей И Как сказать То есть Не только Обучаем И плюс К этому У нас есть Всякие Профориентационные Тесты Направления Так сказать То есть Доводим Ученика Вплоть От Подготовления До Поступления К университету Вот Статистика у нас такая Примерно уже Мы обучаем 25 Да Кажется Да Сейчас 25 детей Бесплатно обучаются Бесплатно Ну и Каковы успехи Удалось ли поступить Вашим К региурентам В ВУЗы Мы начали в сентябре Благодаря вашу поддержку В сентябре В октябре Уже подключились Некоторые Каждый месяц Мы проводим Мониторинг То есть То как обучаются Какие успехи Сколько набирают Так сказать И В принципе Сейчас Ну Неплохо кажется По нашему мнению Ну сейчас Вот смотрите 25 учеников Обучаются Мы же только начали Еще Нету кто поступил В этом году Они вот закончат Только на проект Да Первый год Начался Они вот только закончат Сейчас у нас Ежемесячно Проходят пробные Тестировки Где они Ну Месяц обучаются Конец месяца И обучение Конец месяца И тест Определение Знаний Насколько он усвоил Все И смотришь результаты Там Разные Есть Очень хорошо набирает Там В первой тройке Есть ребята По проекту Есть кто посередине Есть которым Еще чуть-чуть Нужно Нужно Немножко Добавить Но это Как минимум Да не шанс Потому что Мы Нам как бы С управления образования Отправили список Детей Из них Мы вот С ребятами Тоже Жекотермен Выбрали На тест Пришли 120 Это человек Мы провели интервью По результатам теста Плюс интервью И вот 25 человек В этом году Мы обучаем И у нас Как бы Есть бюджет И на следующий год Тоже обучать Поэтому Мы будем продолжать Молодцы ребята Но вот Сами Какие вы эмоции Испытываете Когда помогаете Другим Скажите пожалуйста Как часто Вас благодарят И благодарны ли Люди За такую поддержку Помощь Эмоции Просто непередаваемые Что движет Цель Именно Когда Допустим У нас В течение года 12-15 караванов Милосердия И каждый раз Когда продуктовый набор Прям до двери Заносишь И вот эти чувства Которые Прям мурашки По кое-что Радуют То что Они доходят До адреса И Сам удостоверяешься Что действительно Семья нуждалась В этом Движет Тоже цель Что вот эта Эстафета Это Мы даже здесь Сидящие Мы Дети Вышедшие Из таких же Семей Действительно Трудные времена Рождают Сильных людей И чтобы Эти дети В виде Что Как Ильяс говорит От учителей Это все Он это видел И дальше Они же В будущем Станут же Будущие Спортсмены Учителя Предприниматели Из этих же Семей Выйдут Дети Которые В будущем Продолжат Эту Эстафету Такие Вот это Чувство Движет Вперед Надежда То что Эти дети Будут продолжать Такие Благие Дела Чтобы Эстафета Передавалась Дальше Скажите Скажите Ирнат Ильяс Дархан Вот Помните Какой-нибудь Наиболее Запомнившийся Момент Историю События Реакции Людей Которая Надолго Сохранилась В вашей памяти И в сердце Можете Сейчас Тоже Нам Рассказать Ну вот Я могу Поделиться Недавно Мы Проводили Самый лучший день Акции Для детей У нас На 20-й школе Есть Поселок Для детей Там живут Дети Вот И Мы для них Проводили акции И как-то Мы начали Разговаривать С ними То есть Целый день Мы Водили их На батуты Игрались Прыгались Боулинг Играли Кушали И так далее И в один момент Мы Начали разговаривать С детьми Во время игры И один из них Говорит Такую вещь Говорит Мне запомнилось Очень сильно И я понял Что не зря Все это Все-таки Это делается Он говорит Такую вещь Типа Блин Оказывается Есть хорошие люди Не все В этом мире Так плохо Короче Понимаете Это дети Которых родители Оставили Он такую вещь Говорит Лично меня это Очень сильно Тронуло И я понимаю Что на самом деле Смысл всего То что мы делаем Для меня Это так Чтобы показать Людям Что в мире Есть доброк Как бы И не нужно Обижаться Ни на кого Нужно верить В это То есть В результате Что мы получим Мы пожинаем В будущем Надеюсь Мы будем пожинать Плоды Которые мы сейчас Делаем То есть Эти люди Вырастут И тоже Будут это делать Спасибо Недавно К нам Обратилась Женщина Мать Семерых Детей Многодетная Мама И вот У нее было Настолько Чувство Благодарности Она То что Не могла Выразить Свою Благодарность Была Очень довольна Говорила Прям Всю благодарность Нам Она До последнего Не верила Что это Все на Бесплатной Основе Она думала Что это Какой-то Есть там Подвох Что мы Где-то Хотим Обмануть Где-то Заснять Ее Например Что на Телевидении Что это Какой-то Пиар Для нас Нет Мы Эти Благотворительную Акцию Мы нигде Ничто Не снимаем Это Все Делается От чистого Сердца От всей Души Она была Очень благодарна И вот Этот момент Очень прям Запомнился Но мы Никогда Не ждем Ни от кого Ни благодарности Мы делаем Свою работу Делаем От души У вас Наверное Очень много Было Таких случаев Всех Это В этой же Семья Хотел Продолжить Рашидапа Вот у нее Семеро детей Один ребенок Инвалид Вот Что Каждый праздник Она не забывает Поздравляет Вот такие пожелания Ну прям За душу берет Каждый Каждый праздник Она не забывает Пишет Вот это радует Что люди Помнят это Ценят это Случаев Очень много Один из этих Говорил Спасибо А я напоминаю Дорогие друзья Что мы работаем В прямом эфире Вы можете Связаться с нами По указанным Номерам На экранах 285869 Номер Прямого эфира И номер Ватсапа 8700 0285869 И вот Сейчас Поступают Такие пожелания Вопросы От наших Телезрителей Добрый день Лаура Спасибо вам За эту тему Ребята Знаем давно Очень круто Помогают Гона Особенно Знаем Вместе Работали В молодежке Участвовали И организовывали Разные мероприятия Всех Поздравляю С наступающими Праздниками Успеха В работе И благополучия Всеми Одним словом Красавчики Дургали Жилбаскали Написал нам Следующее Пожелание Тоже Лгун Ваш адрес Поздравляем С наградой Лгун Ага Уте Хамкор И еще Здесь Пожелание Саналы Рупақ Жилбасын Аудандар Жүргізу Ойда Барма Сырақ Вопрос На казас Кім Кто Ответ Так На казас Маспешеді Саналы Рупақ Енді Орал қаласында Тек Бірінші Жылын Басталғандықтан Әзерге Тек Орал қаласын Қамту Роспарланған Бірақ Бұйырса Алдағы Ақта Егер де Біз жанаг Алған 25 Оқышыны Дұрсынан қамты Алсақ Дұрсынан Женмісің Көрсек Сиялады Кеміз Деген Сияқты Онда Әрине Аудандан Қамты Олда Болады Ол Сожа Ильяс Айтқандай Біз негізінде Сол 25 Оқышыны қамты Емізде Баалдықта Бірақ Бюджет Екесе Көбірек Жен Олды Бірақ Дегенмен Біз Елі Оқышы Алатын Қаржат Болған Мен Біз Өзімізге Бірінші Жыл Олдықтан Онында үлкен Жүк Алмайық Деп Әдерге Сол 25 Оқышыны Бұл Неретін Деген Бұл 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 Верседейді Өзімізді Сынақ Көрек Бұл Жанадан Бір жоба Олдықтан Елі Оқышын Алғалт Кейін Дұрс қарайылмасақ Олда Дұрсымес Бұл Деп То есть Вы несете Ответсініст Да? Да Это Уйти өлкен Бір жау Көршілік Сондықтан Да Келеш жылы Көрежатарым Сәрине Бұл 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 Женеде Батысыз Қазақстан Облысы Бұл Дұрс Бұл 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 Біз Бұл 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 Рақс Саламаты Саламаты То Зачит igger Ребенок с инвалидностью, у них не было возможности одеться в школу, они даже не успели одеться в школу. И мы отправили им через почту, все по размерам, по весу, по росту подобрали, школьную форму, обувь и так далее, все полностью, весь комплект и отправили через почту. Стараемся, по мере возможности, с каких городов будут поступать запросы, будем по максимуму помогать. Никому, нигде не отказываем. И в других городах тоже наши друзья есть, которые готовы помочь, и мы по запросу передаем контакты волонтерам, которые готовы помочь, мы передаем контакты и также получают помощь нуждающих. А как часто вы принимаете участие в организации совместных благотворительных дел вместе с другими волонтерами? Насколько у вас развито это сотрудничество? Каждое наше, это все совместно, это все как бы сила в единстве. Чем больше, тем больше мы объединяемся, тем больше семей мы можем охватить, тем вот это помощь, размер помощи увеличить. Мы по одиночке охватим 10 семей, 15 семей, но объединившись, если мы можем охватить 100-150 семей, это же хорошо. Поэтому почти 90% мы организовываем вместе все. Мы поддерживаем проекты наших друзей, они поддерживают наш проект. Хотелось бы добавить, вот в этом году благотворительная акция «Дорога в школу», когда была у нас, соответственно, Илгун тоже свой вклад внес. Он одел сам от своего имени, примерно 10 школьников от своего имени. Там бывает тоже, другие друзья подключаются, видят в Инстаграме тоже, давайте я тоже помогу. Да, от своего имени он выделяет какие-то средства. И на эти средства мы полностью, например, сколько человек, там, 3-4 ученика, если приходят, полностью одеваем на эти средства учеников. Но эти ученики, школьники должны быть действительно либо малоимущих семей, либо там многодетные материалы, там, многодетные семьи их должны быть, либо вот социально извиняемые семьи, чтобы действительно нуждались. Спасибо. Есть что еще? Как и Илгун говорил, всегда стараемся помогать друг другу максимально, какие есть интересные проекты. То есть у нас есть конкретно сфокусированный проект, который мы каждый год ведем, и дополнительные, если есть интересные, то всегда стараемся помочь. Вот, ведь волонтерство, согласитесь, отнимает много времени, сил, энергии. Вот как вам удается совмещать и свою, да, основную деятельность, мы знаем, Илгун, вы являетесь председателем молодежного крыла Азербайджанского этнокультурного объединения. То есть и там ведь вы нужны, и там нужно вкладывать, да, все силы свои в работу. Сколько их вкладываем, столько же их получаем, мы заряжаемся, мы мотивируемся, мы еще раз ценим то, что у нас есть. Конечно же, это в организационных работах, так как я Центр волонтерских движений при Ассамблее народа Казахстана, есть Куамда Кельсен, который помогает, сортирует. Допустим, когда мы продуктовые пакеты, мы просто продукты мешками отвезли, волонтеры с Ассамблеи народа Казахстана. Также с этнокультурных объединений, просто даже развести 150 семей, это же столько труда нужно, и это объединяемся, каждый по 5, по 10, потому что иногда бывает, что в отдаленные районы, иногда бывает, что Дажал-Пахтал, Жангалы, Буки-Урду уезжает, и объединившись, вот мы такой прям энергии, это все, когда делается от души. Отпитываетесь энергией. Это делается от души, и дает еще, наверное, больше стимула. Больше получаем, чем отдаем. Ребята. Да, да, так и есть. Это, ну, я не, как я угодно сказал, я тоже так думаю, что волонтерство, ты больше получаешь там, чем даешь. То есть вам удается совмещать все свои дела, работу, ну и, конечно, волонтерство, да, Дархан? Ну, да. Микрофон ближе, пожалуйста. Как сказать, там, не бывает такого, типа, вот отвез продукты, и этот устал, и жалеешь об этом. Наоборот, всегда устаешь, но, как сказать, приятная усталость, и в душе, как сказать, появляется теплота какая-то, то, что вот я отнес, помог, я внес какой-то вклад, ну, в целом. Еще, почему больше получаем, это то, что я очень много друзей приобрел за счет волонтерства во время карантина. Даже вот с Ильясом Дарханом нас объединило. Вот это волонтерство, я думаю, что мы так и познакомились, так и узнали друг от друга. Ильясом Дарханом, друг детства, вот, ну, почему больше получаем, потому что мы приобретаем, каждая акция, мы узнаем новых людей, приобретаем новых друзей. И больше вот во время карантина очень много с многими людьми познакомились, города с предпринимателями, очень так радует, что люди делились своей помощью. Было просто очень много желающих. Статистика вот, во время дня волонтеров приводили статистику, что до карантина, если в год регистрируется, сайт есть регистрация волонтеров, и регистрируется, если до карантина было 800 человек, после, в год, регистрируется более 10 тысяч человек. Это вот, как бы, трудность нас еще больше сплотила. Мы приобрели очень много друзей. Ну и, соответственно, наверное, к наступающему Новому году тоже будут какие-то акции проводиться, ведь дети ждут чудес, волшебства, так же, как и взрослые, сколько бы ни было лет, все равно ожидают в душе какого-то новогоднего чуда. Если можете, так же поделиться своими планами. Да, в планах есть, у нас уже больше 200 детей с разных школ, районов, с аниматорами, с Дедушкой Морозом, со Снегурочкой будем ездить с подарками, поздравлять детей с Новым годом. Как бы, что мы их не забыли, они часть общества. И горит тепло, радости, хорошее настроение новогоднее. Спасибо. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире, а время передачи ограничено. У нас остается буквально 7 минут до окончания эфира, поэтому звоните, пишите, ждем вашего активного участия. Ну а пока прервемся ненадолго на музыкальную композицию, далее продолжим нашу передачу. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Наша сила в единстве. Всех с просьбой обратиться всегда, протянуть руку помощи, если к вам обращаются, протянуть руку помощи нуждающим. Ну вот я не могу сейчас не зачитать последнее сообщение от нашей телезрительницы. Это многодетная мама, которая выражает слова благодарности. Так же Ернату. Я многодетную маму, Ерната, отдел всех моих троих детей к школе. Очень благодарна ему за это. Я также благодарю вас, ребята, за ваши добрые сердца. И пусть то добро, что вы именно делаете людям, вернется вам в тысячекратном размере приветливыми словами, согревающими сердцами улыбки. Хочется пожелать вам только счастья, настоящего, бесконечного вдохновения и, конечно же, неиссякаемой энергии. Спасибо, что провели это время с нами и нашим телезрителям. Большое спасибо, что были сегодня активны. Как вы обратили внимание, было очень много сообщений, вопросов. И это очень, конечно, нас радует, когда есть взаимоотмен с нашими любимыми зрителями. Всем желаем, чтобы день принес только отличные новости, легкое настроение, приятной встречи и радостное событие. До свидания и до скорых встреч.